Биология Известно, что биология это главная наука, потому что жизнь это свойство живых организмов с помощью химии обманывать физику, а сердце ее генетика. Что это значит? Все мы набор химических молекул. Это химия. И все мы приспосабливаемся к условиям окружающей среды. Освещение, давление, температура. Это физика. Но все это происходит за счет того, что закодировано у нас в генах. Это генетика. Гены передаются из поколения в поколение. От родителей к потомкам. Это наследственность. Гены могут видоизменяться. И тогда родители передают своим детям те же самые гены, но немного видоизмененные. Это изменчивость. Наука, которая занимается наследственностью и изменчивостью, генетика. Ну а соответственно те, которые занимаются генетикой, генетики. Можно следующее. Многие думают, что генетики в своих лабораториях делают вот это или следующее. Или вот это. Но нет. Не хочу кого-то разочаровывать. Нет. Если так получится, что кто-то облучится в течение даже короткого времени сильным источником радиации, то он не получит суперсилу и суперспособности. Ну скорее всего это будет какая-нибудь опухоль. А теперь дальше. На самом деле генетики в своих лабораториях делают вот это. Дальше. Или вот это. Ой, ну здесь не видно. Здесь у мухи четыре. Четыре крыла. Две пары. Дальше. Или иногда балуются вот так. Пока все. За светящийся белок, который был внедрен в колонии микроорганизмов, которыми был написан этот закат в Сан-Диего, была получена Нобелевская премия по химии в 2008 году. То есть генетики все-таки работают с мутациями и с мутантами. Об этом, о мутациях и о мутантах мы как раз и будем сегодня говорить. Но пока научимся определять, отличать мутацию от немутации. Можно следующий слайд? Как вы думаете, это мутация? Ну в данном случае надо смотреть на белого кенгуру. Как вы думаете, это мутация? Нет. Да, это мутация. У этого белого кенгуренка произошла мутация в гене, который ответственен за синтез пигмента. И соответственно, этот кенгуру называется альбиносом. Но они есть не только у кенгуру, вы об этом знаете. Но этот кенгуру не белый. Он альбинос, у него нет пигмента. Дальше. А это мутация? Как вы думаете? Да, это фотошоп. Ни в какой вселенной невозможно, чтобы жираф скрестился со змеёй, у них получилось вот это. Точно так же, как невозможно, чтобы гадюка скрестилась с ужом. Этого тоже невозможно никогда, потому что это два разных организма, и у них разный набор хромосом. Соответственно, любые два организма, у которых разный набор хромосом, они не могут давать потомство. Дальше. А это, как вы думаете, а не мутанты? А это фотошоп? Это сиамские близнецы. Это действительно существующие животные? Нет, они не мутанты. Это сиамские близнецы. Сиамские близнецы образуются не с помощью мутации. Когда яйцеклетка оплодотворяется, по каким-то причинам, ещё неизвестным, она может поделиться на две. И каждая яйцеклетка начинает давать свой организм. То есть образуются близнецы. Но в некоторых случаях один такой организм начинает подавлять другой, и, соответственно, получается не два разных организма, а вот такой вот странный субъект. Сиамские близнецы. Они не мутанты. Дальше. Так что же такое мутации? Мутации, я буду говорить вот в таком порядке, мутации – это изменение наследственного материала. Соответственно, мутации могут передаваться от поколения в поколение. Мутации возникают спонтанно. Ну, конечно, можно и специально их в эксперименте, но в природе они происходят спонтанно. А ещё мутации могут быть полезными, вредными и нейтральными. Ну, об этом мы поговорим дальше. Дальше, пожалуйста. Ну, эту спиралевидную штуку все помнят со школы. Это ДНК. ДНК состоит из генов. Можно дальше? ДНК в нашем организме очень длинная. Если из клетки из одной вытащить ДНК, она будет где-то метр восемьдесят. Так как же затолкать такую длинную молекулу в клетку? Она спирализуется, очень сильно спирализуется и образует хромосомы. Хромосомы человека 23 пар или 46. У шимпанзе, например, их 48. У дрозофилы, у мушки дрозофилы, плодовой мушки, 8 пар хромосом. Нет, их всего 8. У разных организмов разное количество хромосом. Эти хромосомы находятся в ядре, в клетках. Дальше. Но так как ДНК молекула большая, она состоит из чего-то маленького. Состоит она из таких блоков, которые называются нуклеотидами. Это такие буковки. Вот они. А, Т, Г, С. Вы их тоже видели не раз. Аденин, тимин, гуаниноцитозин. Так, гены, гены, это уникальная для каждого гена последовательность таких буковок. Их у генов очень много. И когда происходит изменение последовательности этих буковок, мы говорим о мутации. Нет, пока нет. Все мы имеем, человек в каждой клетке имеет 6 миллиардов таких буковок. И все мы отличаемся друг от друга на 0,01% этих буковок. Это примерно 3 миллиона. Ну, вы сами понимаете, что это произошло посредством мутации. И эмбрион имеет сотни таких мутаций, которых не было у его родителей. А вот теперь дальше. Каким образом происходят мутации? Вот виды мутации, и я буду говорить слева направо. Представим, что хромосома – это набор буквок, который взят из русского алфавита от А до К. Хромосома может утратить часть буковок. Она может утратить их в каком-то части хромосомы, может, с краю. И тогда это называется делеца. Название запоминать не обязательно, просто чтобы вы понимали. А может произойти удвоение этих буковок тоже в какой-то части хромосомы. Сами понимаете, структура гена меняется. А может произойти переворот этих буковок. Это называется инверсия. Ну, в каком-то месте буквы меняются. А может произойти то, что называется транслокация. Когда от одной хромосомы берется часть буквок, и они пристраиваются к другой хромосоме. Вот такие виды мутаций. Ну, молекулярные генетические механизмы мутации мы с вами рассмотрели. То есть теперь мы понимаем, что такое мутации и как это происходит. А теперь я хочу рассказать о некоторых мутациях. О том, что все мы отличаемся друг от друга буквами, которые произошли посредством мутаций, ну, или каких-то там замен, да понятно. Но, тем не менее, мы же все нормальны, с нами же как бы ничего такого необычного не происходит. Потому что большая часть мутаций нейтральны. То есть, ну, они как бы, они есть, но их как бы и нет. А бывают мутации полезные или вредные. Но здесь, опять же, понятно, что мутация, ну, и в Африке мутация, мутация все равно какая она. А полезность и вредность уже определяем мы с вами. О некоторых мутациях я хочу рассказать дальше. Давным-давно, очень много лет назад, у всех людей были карие глаза. Но где-то лет, так, 10 тысяч назад в гении, который кодирует пигмент радужки глаза, произошла мутация. И появились люди с голубыми глазами. Потом они распространились по всей нашей планете. И теперь голубоглазые люди, ни для кого, ни новость никто на них пальцем не показывает, не говорит, что это в диковинку. Есть много теорий о том, как такие люди с голубыми глазами распространились. Но одна мне нравится больше всего. О том, что голубоглазые люди, ну, так как их было меньше, то они пользовались большей популярностью. Ну, вот так и не распространились по всей планете. Следующее. Про вирус иммунодефицита вы тоже уже очень много знаете, об этом знают все. Чем опасен вирус иммунодефицита? Тем, что он проникает в клетку и нарушает иммунную систему, но с вытекающими последствиями. Как это происходит? На самом деле клетка имеет определенный фейс-контроль благодаря своей мембране. Вот она, синенькая. И клетка всех подряд внутрь не пускает. А вирус иммунодефицита, он очень хитрый, он как троянский конь. Он приходит к клетке и притворяется своим. Клетка ничего не понимает, клетка наивная, она его пускает, видит нам вытекающие последствия. Но есть люди, в нашей стране их примерно 15%, у которых есть мутация в гене. И их фейс-контроль работает немножко по другой программе, чем у всех остальных. И такие клетки вирус иммунодефицита не воспринимают. Они просто не пускают его вовнутрь. Но он как бы есть. Такие люди могут быть переносчиками, носителями вируса. Но сами они заболеть не могут. У них генетическая непредрасположенность к болезни СПИДа. Следующее. А вот это вот, помните, что это такое? Ну это клетки человека, это не сушеный абрикос, не сушеный банан красного цвета. Это клетки человека. Да, да, это клетки крови, эритроциты. Эритроциты известны тем, что они переносят кислород из клетки в клетку. За счет того, что на поверхности эритроцитов есть белок, гемоглобин, вы тоже о нем слышали. Он адсорбирует на себя молекулы кислорода, и эритроциты как переносчик, как такси, переносят кислород. Но и в нормальном виде эритроциты вот такие вот кругленькие. Но если происходит мутация в гене белка гемоглобина, эритроциты меняют свою форму, они становятся вот такой серповидной формы. Соответственно, такие эритроциты переносить кислород в тех же количествах, что и нормальные эритроциты не могут. И такие люди с генетической мутацией страдают анемией. А заболевание называется, нажмите, пожалуйста, серповидно-клеточная анемия. Но она распространена в основном на йоге. Дальше можно? А это комар. Скажу больше, малярийный комар. И переносит он малярию. Но опасен не сам комар, следующий слайд, пожалуйста. Опасен не сам комар, а то, кого он переносит. Переносит он малярийного плазмодия. Это такой одноклеточный паразит, который очень любит жить за чужой счет. И часть жизни он живет у комара, а другую часть жизни он живет у человека. Такой комар, носитель малярийного плазмодия, садится на человека, кусает его. Малярийный плазмодий попадает в кровь и живет в эритроцитах. И очень ему там хорошо. А вот человеку, который страдает малярией, не очень. Потому что у него периодические лихорадки. Лихорадки бывают разные, бывают каждые 72 часа, каждые 48 часов. Ну, как бы ничего хорошего. А можно два слайда назад к эритроцитам? Но посмотрите, что происходит, если человек носитель серповидных эритроцитов. Малярийному плазмодию в таком эритроците места нет. Поэтому он как бы в крови есть, но встроиться ему некуда. Соответственно, люди, носители серповидных эритроцитов, они устойчивы к малярии. И маляриями они не болеют. Вот так иногда плохая мутация может приводить к совсем плохим результатам. Можно и дальше. Этот мальчик, он недавно родился, и у него берут кровь из пяточки. Он спит даже и не замечает. С 2006 года у всех новорожденных детей берут кровь из пяточки на 5 наследственных заболеваний, связанных с обменом веществ. Среди которых, нажмите, пожалуйста, фенилкетонурия, о которой я хочу рассказать. В чем смысл фенилкетонурии? Все мы синтезируем, понятно, мы не растения, мы не можем, даже растения не могут синтезировать себе все питательные вещества. Нужно что-то получать из пищи. И мы получаем из пищи аминокислоту, которая называется фенилоланин. Но чтобы фенилоланина не накапливалось много, есть специальные белки, которые ее расщепляют. Расщепляют лишний фенилоланин. И мы с вами живем. Как бы нам хорошо. Все хорошо. У людей, больных фенилкетонурии, происходит мутация в гене, который расщепляет этот фенилоланин. И фенилоланин у таких людей накапливается. Ну и вроде бы казалось. В чем проблема? Ведь больше должно же быть лучше? Ну, в данном случае нет. Потому что фенилоланин, накапливаясь, нарушает процесс перехода нервного импульса из нервной клетки в нервную клетку. И нарушается развитие нервной системы. И такие дети, страдающие фенилкетонурией, они отстают в своем развитии. Потом, нажмите, пожалуйста, картинку. Вот эта картинка качует из учебника в учебник. Но я не стала находить там реальных страшных картинок. Это уже взрослый мужчина, который страдает фенилкетонурией. У него умеренная степень олигофрении. Но еще есть некоторые внешние особенности у больных таких детей. Ну, в общем, ничего хорошего. А зачем же тогда брать у новорожденных детей анализы? То болеют они или не болеют? Эту болезнь, эту мутацию можно лечить. Всего лишь, в случае больных фенилкетонурией, всего лишь за счет диеты. Они становятся вегетарианцами. И все, как бы, и вырастают здоровыми, полноценными людьми. Дальше. И еще один вопрос, который бы я хотела задать. Как вы думаете, можно быть мужчиной без Y хромосомы? Ну, все знают, да, что мужской пол у людей определяется за счет Y хромосомы? Как вы думаете? После стихи руки я бы... Ну да, понятно, что я не просто так задала этот вопрос. Слева показаны две X хромосомы, которые у женщин. Справа X и Y хромосомы, которые обычно у мужчин. Ну, а вообще, да, можно. Можно без Y хромосомы быть мужчиной. Можно следующий слайд. Как это происходит? Ты нарисовала сама? Ну, я думаю, как бы... Ну, не плохо, по-моему, нормальный рисунок. X и Y хромосомы. Что есть у нормального мужчины? Чем так, ну... Чем важна Y хромосома? Тем, что у нее есть ген, который называется SRV. И все мы от рождения девочки. Ну, вот яйцеклетка оплодотворена, и происходит развитие эмбриона, и все мы изначально девочки. Но те эмбрионы, у которых есть... Ну, да, не шокируйтесь особенно. Те эмбрионы, у которых есть Y хромосома, и ген SRV запускает развитие эмбриона по мужскому типу. И тогда эмбрион становится мальчиком. Ну, как бы все нормально. А есть еще один. AZF. Но это не один ген, а это вот целый комплекс генов, которые ответственны за нормальное развитие сперматозоидов. Ну, вот, соответственно, вот этих двух генов, в принципе, достаточно, чтобы мужчина был нормальный и мог иметь детей. Но что может произойти? Помните, я говорила о транслокациях, о переносе одного участка хромосомы на другой? Два раза нажмите, пожалуйста. Что может произойти? Да, два раза. По-моему, вот она картинка. Что может произойти? Участок Y хромосомы может перейти на X хромосому. В принципе, этот мужчина тоже нормальный. У него есть два гена, и все как бы у него хорошо. А что будет дальше, если он женится? Так расписываются классические заячки по генетике. Вот наш мужчина, подопытный, да, исследуемый, и он женился на нормальной женщине, у него нормальные X хромосомы. Этот мужчина может дать одну X хромосому одному своему ребенку и Y хромосому другому своему ребенку. Тоже два раза нажмите, пожалуйста, что получится. Смотрите. В данном случае 2X хромосомы. Ну и мы все привыкли, что 2X хромосомы – это девочка. Но посмотрите, на одной X хромосоме есть ген SRY. Следовательно, он будет запускать развитие эмприона по мужскому типу. И внешне это будет абсолютно нормальный мужчина, но генетически у него нет генов, которые ответственны за развитие сперматозоидов, и он не будет иметь детей. А так нормальный мужчина. Другой вариант. У них может родиться ребенок с X и Y. Ну и вроде бы казалось мальчик. А вот и нет. Гена SRY нет. Запуск эмприона по мужскому типу не будет происходить. И это будет девочка. Внешне нормальная девочка, но она тоже не может иметь детей генетически. Что я хотела… Ну, может, я кого-то запутала своими рассуждениями. Что я хотела этим сказать? Что смысл не в хромосоме, а смысл в самих генах. И неважно, где находятся гены, главное, чтобы они работали хорошо. Следующий. А вместо выводов, вместо заключений я хочу прочитать стихотворение Бориса Режебека. «Не скажи, что день чудесен. Это слишком субъективно. Если я не мямлю песен, так ведь это просто дивно. Соловей поет на ветке, подпевают канарейки, а внутри все те же клетки, мышцы, нервы и буржейки. Я абстрактно допускаю, что вокруг меня природа. Но реально, я ведь знаю, нет природы без урода. Подчиняется законам до симпатии кошмарным. Ведь подумать, электроны даже в кране самоварном. И встает вопрос из мрака в назидание человеку. У папа была собака или скопящий молекул? Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...